Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online, причем очень шикарное, по моему мнению. Так что седлайте своих коней и поехали! Да, я сейчас нахожусь не на своем основном персонажа, это Хина Вест Лайн, я ее упоминала в данном видео о своих персонажах в Star Stable Online. К сожалению, отдельный выпуск об этом персонаже я еще не выпустила, поэтому когда вы познакомитесь с ней более глубже, она уже будет достаточно крутым персонажем, но зато в этом видеоролике, который я выпущу потом, будет очень много информации о ней, и вы как раз познакомитесь с ней поближе. Но давайте же вернемся к обновлению этой недели, и оно шикарное, потому что нам обновили новую, нам обновили породу, шикарную, пегую породу, точнее, масти там разнообразнее, по-моему, чепрачная она называется, если я не ошибаюсь. Вот, это Аполлуза. Но давайте вначале мы начнем с Хижины Отшельника, потому что, если вы не заметили или не читаете новости ВКонтакте, то Хижина Отшельника претерпела некоторые изменения, и теперь там не продают валийских пони, которые оказываются уэльские пони. Да, как-то странно они называются. Их теперь здесь не продают, но их не убрали ни на какой рынок, никуда далеко. Они продаются все здесь же, только уже немного выше. Вот здесь вот прям выезжая от Отшельника, эти красавчики будут стоять здесь. И, кстати, давайте продолжать все-таки смотреть обновления с конца в начало, чтобы точно ничего не пропустить. Нам добавили вот такие вот, как это назвать-то, недоустки. Они веревочные, очень классно смотрятся, но, к сожалению, пока что эти недоустки почему-то могут носить только Аполлузы. Это здесь не написано, но, по-моему, их могут носить только Аполлузы. Меня это очень расстраивает, что Пиндхорсы сейчас не могут надеть столь классную амуницию. Я не понимаю, почему. Почему разработчики добавляют шикарную амуницию, которая доступна только одной породе. То же самое я могу сказать про узденчики для исландских лошадей. Так, надо показать заблокированные. Они здесь должны быть... Да, вот, почему. Почему шикарные уздечки становятся элементами какой-то конкретной породы. Надеюсь, в будущем они расширят круг пород для каждой амуниции из этого вида. И все больше и больше лошадей третьего поколения смогут их носить. Да, так что валлийцы стоят теперь здесь. Продаются они все столько же 790 СК. Ну, и давайте теперь перейдем непосредственно к обновлению этой недели. Это к Аполлузам! В одном из прошлых видео я упоминала о том, что с фермы Стива убрали всех лошадей. Их перенесли на остров Падока около Ертхейма. А здесь оставили много свободного места. Так вот теперь здесь продаются те самые красавцы Аполлузы. Красавцы? Красавицы? Нет, пожалуй, красавцы Аполлузы. Народа, как всегда, тут очень много. Лошадей особо и не видно. К сожалению, в это время нельзя спокойно посмотреть лошадей. А кнопки, чтобы скрыть абсолютно всех персонажей, кроме своего, к сожалению, по-моему, пока не добавили. И приходится довольствоваться вот такими видами. Я не смотрела, сколько пород, сколько мастей всего добавили. Но сейчас мы это исправим. Просто в этом обновлении нам говорят о том, что у нас обновили данную породу Аполлуза. Что одна из них продается в Форт Пинта, все остальные на ферме Стива. И что у меня должен быть 11 уровень или выше. Но у меня, благо, 14, поэтому эта лошадь... Фух, слава тебе, ССО, она мне доступна, потому что я буду покупать ее. Причем, возможно, не одну. Потому что этот персонаж с лайфом, оплаченный лайф у данного персонажа. Да, и я могу себе позволить покупать теперь и на него лошадей. А учитывая то, что эта девочка индейец, у нее будут только такие вот породы а-ля Пейнт Хорса, Аполлузы. Ну и, может быть, там потом Мустанг какой-нибудь Пенгий, когда перевыпустят, тоже будет. Так что давайте посмотрим. Нам доступно всего 6... 6? Да, 6 мастей. И мы их все потихонечку как-нибудь посмотрим. Мне очень нравится, что они не совсем далеко ушли по своей модельке от Пейнт Хорсов. Что они очень похожи, но не прям одинаковые. Также мне очень нравится их родная причесочка. Это идеально, почти идеальная ровная челка, но при этом такая взъерошенная короткая грива. Масти действительно великолепные. Мне они очень сильно нравятся, хотя чаще всего я не все вариации такой масти люблю. То есть вот такую масти я обычно не очень как-то приветствую. Но, знаете, в данном случае она мне очень сильно нравится. Такой очередной доматильчик в рядах лошадей, которых мы можем купить в Старстой Баланной. Вот эта мне раньше не нравилась, но сейчас я смотрю. Она очень миленькая, симпатичная, нежная, но при этом нет ощущения, что в моем случае я бы эту лошадь сделала бы жеребчиком. Вот это масти! Вот для меня вот она, стопроцентная Аполлуза. Я не знаю почему, я знаю, что Аполлуза в пятнышках могут быть абсолютно разных типажей. Но для меня Аполлуза это вот. Вот, просто идеал Аполлуз. Ну, давайте посмотрим. Получается, здесь у нас пять лошадок. И шестую мы... Нужно ехать в Форт Пинта, чтобы посмотреть, какая же продается там. Так, и вот она, шестая лошадка, которая находится в Форт Пинта. Я, кстати, не знаю, какой из них я возьму для своего этого персонажа. Но, действительно, выборы очень большие. Я пока что не могу определиться, потому что они все симпатичные, они мне все нравятся. Возможно, я тоже потом когда-нибудь скуплю всех Аполлуз. Нравне со всеми пейнтхорсами. Просто пока у меня возможность покупать... Ну, чаще всего я покупаю по одной лошади. И, на удивление, я не замечаю, как копится СК. Это очень приятный бонус. Так, ну, знаете, пожалуй, давайте, ребят, договоримся, что я могу, конечно, сейчас рассказать об особенностях этой породы, которые прописаны в обновлении. Но давайте вы просто дождетесь видео с покупкой данной лошадки. И уж в этом видео я расскажу, точнее, мой персонаж Хина расскажет нам подробно, какие же есть плюсы, какие особенности у данной породы. Так что по поводу этой лошадки, пожалуй, на сегодня все. Единственное упоминание, что она стоит 900 старконцев. Это достаточно дорогая лошадь. Ну, не самая дорогая, но, тем не менее, за 900 СК это уже лошадь. Можно считать дорогой. Почти 1000 ведь СК, по сути. Так что на этом обновление все. А вот на следующей неделе, ребята, нас ждет очень страшное обновление. Я не думала. Точнее, может быть, я и думала об этом. Я этого боялась. И это произойдет уже на следующей неделе. Ферма Марли станет выглядеть по-новому. Что это значит? Это значит, что буквально недавно у нас обновляли ферму Стива. И вот уже на следующей неделе у нас произойдет событие обновления фермы Марли. Если кто-то забыл и не понимает, то ферма Марли это ферма около фермы Стива, где раньше когда-то продавались старые Аполлузы, Квотерхорсы и Мустанги. Я не понимаю, зачем обновлять это место. Нет, я понимаю, что обновление рано или поздно ждет каждое место в Star Stable Online. Но я не думала, что ферма Марли уже настолько скоро, настолько быстро претерпит изменения. И, если честно, мне от этого очень грустненько. Поэтому мне придется снова брать фотоаппарат, делать кучу скриншотов, фотографии старого типажа персонажей на всякий случай. Чуть ли не каждую бочку с каждым ведром буду фотографировать. И, если кто не знал, что под описанием каждого видео у меня есть ссылка на мою группу по Star Stable Online. Там я периодически выставляю всякие фотографии, скрины, записи. Ну, это как оля дневник конюшни с моими персонажами. Ну, единственное, там сейчас очень редко появляются записи, и надо бы это исправлять. И также, если вы досмотрели это видео до этого момента, пожалуйста, выслушайте также очень важное объявление. Сейчас у меня в жизни проходит очень страшный, серьезный этап под названием «Конец высшего образования». Это получение диплома. Поэтому я, конечно, постараюсь выпускать обновление еженедельно. Видео по обновлению, точнее. Но если что-то будет у меня не получаться, и видео все-таки не будут выходить. Не бойтесь, я пропадаю не на слишком большое время. И уже этой весной, ну, в марте, я надеюсь, уже все вернется на круги своя. Будет больше контента, больше видео. И может быть даже много чего новенького. Потому что планы есть, но вот осталось только закончить высшее образование. Так что спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я их обязательно прочту и отвечу на них. Можем продискуссировать на разные темы. Ну и также напоминаю, что под каждым видео в описании есть ссылка на мою группу ВКонтакте. А также не удивляйтесь, но пока я собиралась монтировать и выставлять это видео, разработчики выставили запись о том, что в приложении Star Stable Horses добавили как раз недостающую Аполлузу. Только посмотрите на этого красавчика. Я его обязательно выращу и чуть позже, возможно, даже куплю этому персонажу. Так что не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Надеюсь, вы рады знакомству с этим персонажем. Субтитры подогнал «Симон»!